Я далек, я не поддерживаю яро какую-либо политическую партию и в принципе я далек от политики. Но я не смог остаться сидеть дома сегодня и пришел сюда, потому что я против повышения пенсионного возраста. И я хочу сказать две вещи. Первое. Никогда не молчите, если вас что-то возмущает. Потому что если молчать, то ничего хорошего из этого не выйдет. Мне кажется, сейчас власть смотрит, как ведут себя граждане. И если граждане будут вести себя пассивно, сидеть дома и ничего не делать, то извините, с такими людьми можно делать почти все, что хочешь. И если ничего не говорить, то ну скоро начнут ноги вытирать. Поэтому я считаю, очень важно выходить, не молчать, говорить о том, что мы против. Потому что сегодня законный митинг. И мне кажется, очень важно сказать власти, что вот мы есть и нам это не нравится. Что не надо так делать. И знаете что? Если я против всяких радикальных политических лозунгов, там, на вилы, долой и прочее. Но я считаю, что если выходить, договариваться, разговаривать с властью, а как по-другому? Написав много комментариев в интернете, большого не добьешься. Нужно учиться выходить на улицы, не стесняться. Потому что только тогда получится диалог с властью. Они нас услышат, они увидят, что мы против. И если нас будет много и мы будем активны, власть просто придется с нами договариваться. Просто придется идти на уступки. Я разговаривал со знакомыми. Все против? Все против повышения пенсионного возраста. Но они не выходят. Они... Все они возмущаются. Скрижетят зубами. Шипят на кухне с женой. Козлы отняли у нас пенсию. Но не выходят. Кто-то боится, трусит. Кто-то ленится. Кто-то говорит, что у меня есть в это время важные дела. Но я на это могу сказать. Ребята, у вас есть дела на миллион? Ведь за эти пару часов у нас забирают 850 тысяч рублей за 5 лет пенсии. Это почти миллион. И неужели у кого-то есть дела на почти миллион? И меня лично это касается. Я... Говорят, критикуешь? Предлагай. И я вот немножко вникал в ситуацию. Пытался понять. И у меня есть...